Белила разбавитель, чуть-чуть, ультрамарин, тот, что синит. Нам нужно набрать рисунок, как будто в нем нет других красок, только белила и синий, то есть ультрамарин. Сейчас мы обозначаем линию этих холмов. Пока так, простой линией, не обращая внимание на рисунок. Далее потихонечку переходим к небу и совсем чуть-чуть припачкиваем, потому что дальше придут белила и нам нужен, чтобы синий был, его было совсем чуть-чуть и он только чуть-чуть подмешивался. Поэтому так еле касаясь, но уже с идеей штришочков чуть-чуть рисунок набрать. Если мы не попали с первого раза, то мы потом другой кистью небом можем лишнее убрать. Помимо всего голубого, там есть свет. И я взяла кадмий, я взяла охру. Свет этот такой белесый-белесый и он желтит. И тут его под линию горизонта и в деревень чуть-чуть нужно добавить. Пускай вот тут вот эта желтота мигает. А потом уже сверху на небо, на эти желтоты, которые есть, уже придут деревья. И это будет... Есть, конечно, два варианта, как пишется небо. Пишется оно сначала классическим способом, когда сначала небо, потом деревья, и оно друг друга заслоняет. А бывает, когда иногда пишем мы деревья, или дом, допустим, стоит, какой-то предмет, а потом небо приходит... Потом приходит небо, и оно как будто облепливает то, что мы рисовали до этого. Вот. Ну, в принципе, второй способ мы потом тоже в конце работы, я тебе его покажу. Как прийти небом, мазочками неба, среди вот этой огромной густоты деревьев. А так пока сейчас желтый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Низ. Потому что картина должна писаться вся одновременно. Теперь уже большая задача на штриховать все эти цветики, что мы видим. Тоже сначала как подкладку можно зеленую использовать, и синий там чуть-чуть мигает, а сверху уже приходят оранжевые и желтые. И тоже смотря на направление. Здесь трава торчит в эту сторону. И вот такое направление у травы, которая находится вдали. Немножко разное. Иногда бывает в картинах все одно направление, прям и в небе, и в деревьях, и в траве. А тут у неба одно движение, у травы другое. Нужно это движение проследить. Потому что в импрессионизме главное это ритм мозжечков. Так что... Нет, подожди. Как ты говорила, что у меня получалось? Я тогда как делала? Рука наверх была, да, правильно. Что в одном месте все? Беги на другие места. И может быть у тебя слишком вверх торчат. Может чуть-чуть пониже, да. И вот побивай. И вот бегай по всему полю. С этим зеленым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, самое приятное в этих пейзажах, это, конечно, фигурки. Здесь одна есть фигурка. Она такая размытая-размытая. И здесь более-менее такая четкая фигура девушки под зонтиком. Можно даже взять мастихин. И вот здесь она у нас находится, вот этой густотой деревьев. Выцарапать вот этот свет на зонтике. А дальше, в принципе, продолжить работать с кистью. Изумрудную в разбиве. И с желтым. Такой яркий солнечный свет получается. Можно даже еще подчинить, чтобы густота не мешала. И вот, допустим, обозначаем пятнышко зонтика. Без темноты, без света. Потом она в голубом платье. Фигурка наша. Конечно, все перемешивается в зеленый. Это можно потом сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, когда мы пишем поле, и вообще во всей картине, мы смотрим, нужно всегда видеть идею заслонения, что одно заслоняет другое. Вот, например, поле. Вот это нужно четко разделять. Вот эту полосу. Ее нужно нарисовать. Что с одной стороны кажется, что здесь такая каша, и непонятно, как вот все перемешано. На самом деле здесь четкая линия вот этого желтого. Дальше заслоняется теневой, снова желтая, и потом вот эта темнота. Ну а во всей картине заслонения проходят потом вот эти деревья, заслоняют горы, горы заслоняют небо и так далее. Так что вот эту вещь нужно все время просматривать. Прошел индивидуальный урок. Мы хотели написать эту задачу за два сеанса, но нам очень понравился сегодняшний результат. Мы решили так оставить. Не знаю, как ты, но я очень довольна нашим результатом. Я тоже довольна. Спасибо тебе большое. Так что приходите, и вы на мастер-классы.